Всем привет, ребята! Меня зовут Маша, и вы попали на мой канал. Это значит, что вышел новый влог. Я думаю, что вы уже просчитали название, но всё-таки я немного сейчас расскажу, что здесь будет происходить в ближайшую неделю. Наверное, самое интересное это то, что у меня три итоговых на этой неделе. Три итоговых за одну неделю. Это какой-то кошмар на самом деле. Даже не три, четыре. Четыре итоговых. Послезавтра у меня латынь, итоговое занятие по клинической терминологии. Затем у меня будет в четверг две итоговых. Первая пересдача по биологии утром. Я очень надеюсь, что я её сдам, потому что с первого раза я не сдала. Там, короче, были немного туповатые тесты, или я немного туповатый. Короче, я так и не поняла. Но, в общем, не сдала с первого раза. Буду пробовать со второго. Надеюсь, сдам. В своё оправдание могу сказать, что у нас только четыре или пять человек сдали эту итоговую, поэтому не всё так уж и плохо. Потом, в тот же самый четверг, мне нужно досдать итог по гистологии, потому что на прошлой неделе мы его сдавали, но мы сдавали только одну часть. А итог состоит из трёх частей. Получается, в этот четверг я буду сдавать ещё две части итогов. Это мазок крови. Ну, то есть нужно на препарате уметь всё рассказать, всё показать, что там где находится, ответить на любой вопрос по этой теме. И, в принципе, ещё будет один тоже этап, это тест. То есть просто тестирование. Короче, в четверг буду сдавать, пересдавать биологию, тестирование по гистологии и мазок крови отвечать. И в субботу у нас итоговая по физматум. Я вообще не знаю, нафига это нам надо, если честно, но... Короче, как-то так. Там 12 вопросов. Что-то типа там эффект доплера, ещё какая-то вот такая всякая разная фигня, там акустика. Я не знаю, зачем она нам надо. Честно, не знаю. Но у нас ещё и итоговая по этому физмату есть. Слава богу, они хотя бы проходят дистантом. Может быть, что-то можно будет придумать, чтобы мне кто-нибудь как-нибудь помог. Потому что я просто не знаю, как это выучить. Ну, исходя из того, что у меня три сложных итоговых, которые нужно сдать. И последний ещё в субботу просто физмат, чтобы добить меня. Короче, не знаю, ребят, что из этого получится. Смотрите сами. Вы уже... Когда этот влог выйдет, я уже буду знать, что у меня там как, нужно ли ещё на какую-то пересдачу сдала или не сдала. Вот. Сейчас я этого не знаю. Мне очень страшно, на самом деле. Ну что, ребят, я на том же месте. Правда, спустя день. В общем, сегодня уже понедельник. Завтра вторник. Завтра перво итоговая по латыни. Поэтому я сейчас... Также завтра у меня, короче, три пары. Вторник это, наверное, самый жёсткий день вообще, который есть в течение рабочей недели. И получается, что... И получается, что у меня завтра первая пара начинается в 8.30 с утра. Это будет право. Потом пойдёт итоговая по латыни. И потом анатомия. Но на анатомию я же не могу прийти, не готовлю. Правильно? Поэтому я сейчас сижу, дописываю конспект. И потом я начну готовиться к латыни. А после того, как уже подготовлюсь полностью к латыни, начну снова повторять анатомию, что-то учить, что-то доучивать, разбирать. Может быть, ещё какие-то видео в интернете посмотрю. Вот. В общем, планы вот такие. Но в любом случае, завтра у меня уже первый итог. Поэтому пожелайте мне удачи. Я сейчас буду активно к этому всему готовиться. Я думаю, что Миша меня будет проверять сейчас по латыни. Вот. Потому что у нас там шесть лексических минимумов, которые мы должны прям идеально знать. Это термины, элементы, чтобы составлять слова. На самом деле, хочу сказать, что очень многие говорят, что латыни тонуть по лёгке предмет. Но для меня это вот один из самых тяжёлых, как ни странно. Потому что она у меня очень плохая получается. Всем доброе утро. Всем утра. Я уже проснулась. Я уже накрасилась. Я уже готова уезжать. Ой, ребята. Единственная. Единственная просто мысль, которая заставляет меня проснуться рано, утром, это то, что я приду домой и лягу спать. Вот. А сегодня домой я приду, наверное, к шести вечера, к пяти, потому что поздно я закончу, потому что сегодня три пары. Нужно как-то просто пережить итоговую полотене и анатомию, и всё будет хорошо. Боже, я надеюсь, что я сдам. Мне не придётся ничего переставать. Очень переживаем. Учера с Мишей весь вечер просто повторяли все латинские и лексические минимумы. Вы можете за этим пронаблюдать у меня в телеграм-канале. Ссылочка в описании. Это было очень смешно. Ну, а я сейчас уже всё пойду, выпрямлю волосы и иду одеваться. Сидим мы на латыни уже, все активно обсуждают приближающуюся итоговую, всё что-то повторяют, репетируют. Мы с Сашей сидели, повторяли в кофейне, просто все лексические минимумы. Мы надеемся, что нам это чем-то поможет. Короче, сидим, повторяем клиническую терминологию и идём задавать итог. Пожелайте нам удачу, пожалуйста. Силезонный, так будет лучше. Не помню. Ну что, написали мы итог по латыни, сейчас Сашей идём обсуждаем, что мы там понаписали. Я знала все слова, которые у меня были. Единственный вопрос у меня это... Саш, что я тебя спрашивала? Грыжа, внутренняя грыжа живота. Я знала по отдельности слова, но я не понимала, как их составить все вместе, короче. Ну, в общем, я не знаю, я что-то там понаписала, непонятно как, но как-то написала. Вообще, результат мы узнаем только через неделю, к сожалению. Ну да ладно. Сейчас мы идём с Сашей перекусить перед анатомией, и дальше у нас пара по анатому. Вот, короче, как-то так. Ребят, ну по ощущениям я нормально написала, точно я пока не могу сказать. Я написала всё, вопрос только правильный или неправильный. Так, я всё написала. Всем доброе утро, ребята. Сейчас где-то 8 утра, я проснулась где-то в 7, может быть, даже чуть-чуть раньше, чтобы помыть голову, чтобы пойти красиво. И в итоге на улице пошёл только что дождь, просто ливень. Смысла, короче, не было. Это самое обидное, когда так происходит. У нас ещё сегодня пара по физре на улице. Я не знаю, что мы там будем делать в такую погоду, но да ладно. Вот, сегодня, в общем, такой, типа, лёгкий день на самом деле, но вечер будет совершенно нелёгкий, потому что мне нужно подготовиться к двум итогам. К пересдаче по биологии. Это компьютерное тестирование будет. В общем, там нужно будет выучить просто, наверное, штук 200 тестов. Ну, то есть ответов на тесты. Вот. Что-то типа того. И в том числе подготовиться к гистологии. У меня тема кровь. Мне нужно будет показывать, точнее, рассказывать, что я вижу на препарате. Там будет мазок крови. Вот. И также тестирование. Но там вопросов поменьше. По-моему, 130. Вот. Поэтому сегодня всё, я просто будет сумасшедший вечер. Я не знаю, как я буду это всё учить, разбирать. Вот. Я думаю, что, может быть, в университет что-нибудь возьму. Какую-нибудь распечатку с тестами, чтобы это всё учить. Наверное, я возьму биологию. В общем, я не знаю, что меня вообще завтра ждёт. Я немного переживаю, волнуюсь, конечно. Но будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Поэтому пока что я погнала на пары. Первая пара у меня экономика, потом лекция, потом физкультура. Так вот, что предлагалось? Это экономика рабочего места. То есть высота стола, сло, расстояние в коридоре. Что, первая пара прошла хорошо. Мы писали контрольную. Короче, это реально неделя просто убийственная. Потому что сейчас мы писали контрольную работу по экономике. У нас там были какие-то вопросы. Боже, типа, а что такое менеджмент? В двух словах я могу объяснить. Но дать конкретное точное определение, это, конечно, было очень сложно. Я не знаю, на что мы написали. Было шесть вопросов теоретических. Я надеюсь, что хотя бы, хотя бы тройка будет. Сейчас мы, кстати, будем поздравлять нашу старосту Катю. Вот. Мы, как обычно, привезли ей тортик. Поэтому сейчас мы будем собираться всей группой, ждать Катю и поздравлять её. Вот. И, в принципе, потом уже такой легкий день. Физкультура и что ещё. И лекция. Как это так? На лекции буду готовиться к гистологии. А на физкультуре я не знаю, что мы будем делать. Потому что у нас же дождь на улице. Оба, оба. С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! Ура! Мы с девочками пришли кушать. Сидим, ждём еду и ждём лекцию. До лекции у нас час. Поэтому мы очень даже хорошо успеем покушать. Мы сидим на лекции по гистологии и готовимся к гистологии, собственно. Я уже устала, у меня уже башка болит гистология, если честно. Посмотрите, какие страшные картинки. Просто-просто ужас. Что, ребят, пришли мы на физкультуру. Я надеюсь, что мы просто поиграем в волейбол и нас отпустят домой. А вообще у нас занятие проходит вот в таком манеже. Но я надеюсь, что мы всё-таки сегодня пойдём на улицу. Потому что здесь как-то так мало места и делать нечего. Поэтому надеюсь, что как в прошлый раз мы пойдём играть просто в волейбол и домой. Ну что, физкультура у нас закончилась. Нам сегодня нужно было всего лишь пройти 5 тысяч шагов. Мы прошли несколько кругов, наверное, 10-15, не знаю, короче, очень много. И всё, мы всё меня забрали. Мы едем домой готовиться к гистологии. Ребята, всем доброй ночи. Сказать, что я устала, ты ничего не сказать. Я пришла домой после пар и уснула. Я вырубилась, проснулась я где-то часов 7. Вот это с 7 вечера я сижу над гистологией, над биологией. Завтра у меня два итога, причём два достаточно сложных итога. По биологии у меня будет тест. Здесь вот куча просто вопросов с двух сторон. У меня сломался принтер. Я часа два не могла просто распечатать эти тесты. Я психовала, плакала, короче, очень уже устала. Я не могу просто. Как будто бы, знаете, всё против меня. Я не знаю, как это по-другому объяснить. Сейчас у меня там заваривается чай, и я начинаю подготовку. Сейчас 11 ночи. Пол 12 ночи. Я не знаю, во сколько я закончу. Я так устала, если честно. По биологии у меня итог по тератологии, то есть по развитию организмов. Короче, такой не самый приятный тоже итог, на самом деле. А по гистологии завтра у меня будет тестирование, и на препарате нужно будет рассказывать кровь. Скорее всего, я уже не успею выучить всё про препарат, потому что сказали, что там очень жёстко, спрашивают очень много. Ну, короче, я понимаю, что я не вывезу сейчас вот это вот всё. Мне нужно просто завтра хотя бы сдать биологию, и я буду уже пипец как счастлива. И вот это, в принципе, тест по гистологии. Тоже здесь с двух сторон огромное просто количество листов. Это сейчас тоже всё нужно учить. И из этого мне, по идее, должно попасться только 10 заданий. А из этого файла 20. Поэтому этот файл нужно прямо очень хорошо выучить. А этот, ну блин, уже как пойдёт. Потому что реально полдвенадцатого ночи. Мне уже очень хочется спать. Я уже очень сильно устала. Мне уже очень плохо. Просто я уже не могу. У меня уже вот всё, сил вообще нет. Никаких сил нет. А ещё в субботу итог. Я просто не знаю, как выжить эту неделю. Я уже очень устала. Ну что, сейчас два часа ночи. Я только закончила. Там просто Миша спит. Уже давно. Уже часа как три Миша спит. А я всё сижу с этими тестами. Но я вроде бы биологию хорошо разобрала. То есть полностью, по идее. И всё знакомое. Я просто надеюсь, что мне завтра попадётся хороший тест. И всё. И еду ложиться спать. Завтра утром всё буду повторять. На гистологию я немного забила. Потому что я ни кровь не повторила. Ни тесты до конца не дорешала. Короче, с гистологией всё плохо. Надеюсь просто, что сдам биологию завтра. И всё. Потому что если я ещё и биологию не сдам, это вообще не окупится. И будет очень печально. Ребята, всем доброе утро. Сейчас у нас 10 утра. Казалось бы, там не 8, не 7, а 10. Но я всё равно не выспусь. Потому что я очень поздно бегла спать. Я очень уставши себя чувствую. Я не знаю, когда уже эта неделя закончится. Напоминаю, что у меня ещё 3 итога. Сегодня 2, как минимум. Вот. Поэтому я просто очень хочу сегодня закрыть биологию. Надеюсь, что всё пройдёт хорошо. Надеюсь, что я её сдам. Очень сильно на это надеюсь. Ну а на гистологии там уже, как говорится, как карта лежит. Вот так и получится, не получится. Не знаю. Зависит, конечно, от того, какие мне вопросы будут задавать. Что у меня будет за тест. Ну, короче, там очень много факторов, которые влияют на успешную сдачу итоговой работы. Вот. Поэтому я просто надеюсь, что всё будет хорошо сегодня. Всё пройдёт классно. Вот. Сейчас 10 утра. Вообще у нас пересдача начинается с 10.30 до 12. Поэтому я могу подъехать в любое удобное для меня время. Вот. Поэтому я думаю, что я где-то через полчасика буду выезжать. Сейчас ещё чуть-чуть поповторяю. Потом буду уже выезжать. Повторять всё в такси. Потом сдам, надеюсь. И пойду на лекцию. На лекции буду готовиться к гистологии. И потом сдаю гистологию. Всё, иду домой. Короче, вот такой вот сегодня будет день. Погода просто ужас. Уживистый. Ой, ребята, страшно. Боюсь, надеюсь, сдам. Я сдала. Я сдала. Я сдала. Просто вы встретите на пиццу супер довольного человека. У меня сегодня какой-то очень бедный праздничный обед, потому что у меня тут матушка и кофе. Вот. Это получается у нас в подвале, тут такой бухетчик. Тут и всякие булочки. Просто Саша ещё не приехала. Я одна вообще. И сижу, короче, одна. Типа завтракаю. И отмечаю свою сданную итоговую. Ой, ну что, мы пришли на лекцию по биологии. И следующая у нас гистология. Биологию я сдала. Я счастлива. Просто безумно. Теперь мы сидим и готовимся к гисте. Я к ней готова намного хуже, чем к био. Мне кажется, что я, скорее всего, её не сдам. Но буду очень стараться. Вот. Надеюсь, что всё пройдёт хорошо. Случится какое-то чудо, и я всё сдам. Ну что, ребят, что касается гистологии, сейчас вам расскажу. В общем, у нас, как я уже вам раньше рассказывала, итоговая состоит из трёх этапов. Первый – это по билету письменно отвечаешь на два вопроса, потом пишешь письменно тесты с 10 вопросов, и потом отвечаешь препарат. Как вы уже поняли, я вчера не готовилась к особой гистологии, но весь сегодняшний день я готовилась к тесту, потому что по билетам я уже сдавала на прошлой неделе и сдала на четвёрку. Вот. И сегодня я готовилась чисто к тестам. Мазок крови я вообще не повторяла. Ну, то есть что-то я вам помнила, а что-то, понятное дело, нет. Вот. И получается, что отменили почему-то. Или она просто забыла. Я, короче, не знаю, в чём причина, но теста сегодня никакого не было. Давай, не отвлекайся. Теста сегодня никакого не было, и в итоге она спрашивала только мазок крови, которым я готова не была. Поэтому, в принципе, ну, чё, как получилось. Ну, зато, блин, я готовилась к тесту, честно скажу. Поэтому всё. Ничего страшного. Мазок пересдам просто на следующее занятие. Там в любое время можно подойти, она задаёт там по пять вопросов. Я хотя бы зато посмотрела, что там будет, что чаще всего спрашивают. Поэтому мне, наверное, будет уже полегче. Вот. И, в общем, на следующей неделе буду доздавать. Но, в принципе, основную такую, самую сложную, наверное, часть я, можно сказать, сдала. Из итогов на этой неделе у меня осталось только физмат переждать в субботу в восемь утра. И, в принципе, всё. Ещё классная новость. Сегодня мы едем поздравлять Варю с днём рождения. Поэтому до встречи вечером. Я возьму вас с собой. Я знаю, что вам нравится, когда мы ночью едем поздравлять моих подружек. Я не возьму. Тебя нет. Вот. Поэтому сегодня вечером мы поедем поздравлять Варю. В общем, очень не хотели мы готовить сегодня дома еду. Поэтому мы заехали в Мак. Я довольна. Лилиан, тебе всё нормально? Лилиан, очень круто. Это главное. Лилиан, очень круто. И бокал надо наливать. Красивый бокал. Сейчас ночью. Безутся к первой паре. Мне кажется. Не фокусируй на зону, он такой блестящий. Ну что, ребят. Два часа ночи. Мы только уже на день домой. Миша меня забрал. Мы ещё приехали домой поели. Теперь мы ложимся спать. В принципе, очень часто у меня поступает вопрос, типа, как ты всё совмещаешь. Ну вот, как-то так. Я приехала. То есть сегодня у меня было две итоговых лекции, ещё одна лекция. Потом мы поехали покушали, приехали домой. Я поспала, позанималась. Проехала поздравлять подружку. В два часа ночи припиралась домой. Ложусь спать. Вставать мне через 4-5 часов где-то вот так примерно. И завтра у меня первой пары биология. Вот. Но у меня уже всё заранее было к ней готово, поэтому я позволила себе чуть отдохнуть. Всем доброе утро. Мы уже сидим на биологии. Ждём нашего преподавателя. Сегодня у нас, как обычно, паразитология. Будем рассказывать червячков. Вот так вот у нас всё обстоят дела. Потом у нас лекция и всё. И домой. Что, ребят, я уже дома. Сейчас только 11 часов, полдвенадцатого. Я уже приехала домой, потому что у нас была сегодня какая-то очень странная пара, потому что у нас не было преподавателя. Наш преподаватель то ли заболел, то ли что-то с ним случилось. Нам должны были, по идее, прислать какого-то другого препода, но... Нет. Это не случилось. К нам никто сегодня не пришёл. В итоге мы просто сидели, заполняли рабочую тетрадку, болтали, рисовали червячков. Короче, всё как обычно. Ничего суперинтересного сегодня не было. А, но потом всё-таки пришёл преподаватель к нам из какой-то другой группы и показал нам микроскоп, прям там личинки, яйца. Короче, очень интересно было. Червяков мы порассматривали. Вот. Поэтому, в принципе, как-то так прошла наша пара. Я вот уже приехала домой, потому что у нас должна быть там лекция по экономике. Но я решила, что я лучше посплю, потому что я сегодня поздно вернусь домой, как вы уже поняли. И хочу спать. У меня ещё куча дел. Сегодня у меня по планам это поспать сначала. Потом я смонтирую влог. Точнее, не влог, а видео с Мишей. Я думаю, что вы его уже посмотрели, наверное. Потому что это видео выйдет после. Если не смотрели, то переходите, обязательно смотрите. Потом я думаю, что я засниму для вас ещё одно видео сегодня про поступление в медицинские. Ну, в общем, там всё-таки самое разное. Поэтому скоро будет. Ждите. И ещё. Ещё. У меня сегодня в планах подготовиться к завтрашней итоговой по физмату, конечно же. И потом вечером отмечаем Варю день рождения. Вот. Короче, как-то так. Вот такие вот планы. Поэтому, ребята, я пошла спать. Сейчас спокойной ночи. Вы очень часто спрашиваете, где я покупаю свои пижамы. В общем, все мои пижамы просто из инканта. И посмотрите, какая у меня тут красота. У меня стоят цветочки. Так всё красиво. Я ещё, кстати, Варь букетик заказала. Тоже сегодня. Скоро уже привезут. Вот. Потому что, конечно, на день рождения иду. И мой любимый увлажнитель воздуха, который сейчас я включу. И буду спать. Ну что, ребят, как вам мой лук? Цветочки классные, да? Ну что, идём поздравлять Варю? С днём рождения тебя! С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения тебя! У-у-у! Я как будто бы в белом халате. Что, ребята? Вечер прошёл хорошо. Всё было просто замечательно. Я посидела где-то до полдесятого. И уже в десять я была дома. И вот сейчас уже где-то полдвенадцатого я сижу. Просто вот с физматом. Поэтому пожелайте мне успехов, силы, чтобы я сейчас это просто за ночь всё освоила. Хоть как-то, хоть что-то, чтобы я запомнила. И пожелайте мне просто удачи. Прямо сейчас поставьте мне лайк, пожалуйста. Ребята, всем доброе утро. Я заболела. У меня ужасно болит горло. У меня насмерк. Сейчас где-то без десяти восемь. Через десять минут у меня начинается пересдача. Я даже говорить не могу. Типа, мне так больно. Глотать вообще не могу. Пипец просто. Ой, в общем, пошла. Я как-нибудь сейчас буду сдавать. Надеюсь, всё получится. Я вчера учила эти файлы где-то до... Ну, до часу, до двух ночи. Я сдала на четвёрку. Четыре смиюса, представляете, ребята? Сдала. У нас тут до сих пор проходит итог. Можно чуть-чуть вам сейчас покажу. Мы сидим с включёнными камерами. У нас должны быть... Субъективные характеристики звука. Ну, вообще, сейчас тут Маша рассказывает. Я тоже, я ответила на три или четыре вопроса. На что-то я не ответила, на что-то ответила. Короче, это был какой-то ужас, но, блин, сразу проснулась за то, прям, знаете, на таком стрессе нормальном. Вот, в общем, всё. Сейчас мне нужно будет написать кучу лабораторок, потому что я их ни разу не писала. Скинуть ей это всё, и всё. Закончилось всё. Мои мучения закончились. У нас продолжается. Субъективные характеристики звука. Очень плохо себя чувствую, прям очень горло болит. Короче, всё. Я поняла, что я уже прям конкретно заболела, хотя у меня сегодня ещё столько дел, на самом деле. В общем, очень сильно плохо себя чувствую, но надо как-то пережить просто этот день. Надеюсь, всё пройдёт хорошо. В общем, сейчас мы сидим на паре по ЗОЖ. Чё вам рассказать? Будем писать какой-то тест, будем писать какие-то ответы на вопросы, потому что нас нет преподавателей. Как обычно просто, я не знаю. Второй день уже нас кидают преподы, и получается, что мы сидим сходними. Учимся сами. Короче, весело очень. Я надеюсь просто, что сейчас всё быстро напишу и пойду домой. Вот, вообще, мне сегодня ещё на фотосессию, ещё нужно заснять два видео, ну, короче, блин, столько дел, вообще не хочется болеть, но чувствую я себя не очень. Я думаю, видно по мне, что я не очень чувствую. Ну что, ребята, мы едем на фотосессию, я чувствую себя чуть-чуть получше дома, всё-таки чуть-чуть полежала, попила чуёк, намного лучше мне. Вот. Уже у меня такая готовая почти прическа. Сейчас мы сделаем макияж, и будем фоткаться в шубе. Просто шок. Ой, ребята, фотки будут просто огонь. Только что отфоткались. Класс. Короче, фотки ждите в моём инстаграме. Ребят, ну что я вам хочу рассказать, что мы наконец-то скидом, на самом деле мы приехали уже давно, мы уже успели просто заснять для вас новое видео, скорее всего, вы его уже посмотрели, потому что оно выйдет завтра, а влог выйдет чуть-чуть попозже. Вот. Я уже успела смыть макияж, накраситься заново, сделать кучу масочек для лица, чтобы спасти как-то свою кожу после вот этого суперяркого макияжа. Что я вам хочу сказать? Я, в принципе, почти все итоги сдала, то есть миссия за эту неделю выполнена, у меня будет просто безумно сложный итог в понедельник по химии. Не знаю, буду ли я вам снимать новый влог, не буду, там как получится. Мне кажется, я буду на таком диком стрессе, что я про все просто нафиг забуду. Но вы всегда можете узнать все самые свежие новости у меня в телеграм-канале, ссылочка будет в описании, обязательно переходите, подписывайтесь. Я сейчас сажусь за монтаж этого влога в том числе, и потом уже иду спать. Завтра у меня весь день будет в подготовке к химии, поэтому как-то так. Выходных, к сожалению, на неделю мне не будет, но ничего страшного, в принципе, я уже привыкла к этому графику. Поэтому спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца, я вас всех люблю, целую, обнимаю. Спасибо, что подписываетесь на мой канал, чтобы не пропускать больше никаких видео. И, конечно же, если вам понравился этот влог, то не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. С вами была Маша, всем большое спасибо за просмотр, всех люблю, целую. Всем пока, до скорых встреч в новых видеороликах. Субтитры сделал DimaTorzok